добрый день сегодня расскажу про странный кубик рубика со сложным названием это старая коробка как и кубик собственно сейчас выпускается немножко в другой коробке от фирмы уай джей тут можно увидеть сайт мою куб точка ком но бренд янг джун и название инэку и латерал что переводится как неравносторонний здесь можно заметить пять разных расцветок и у меня вот такая вот голубенькая то пластик такого цвета а сверху наклейки поскольку выговаривать не так уж и просто его часто называют радужный куб ну или неравносторонний или радужный мир box обычный мир box выглядит вот так и у них есть конечно что-то схожее здесь вдруг кому нужна техническая информация со старой упаковки много китайского что-то еще я очень давно купила несколько таких кубиков хотел с ними все что-то сделать да так и руки не дошли ну как обычно на безрыбье и радужный клуб рыба что в нем интересного его наверное есть смысл изучать после мир блок сам так как он чуть посложнее из-за своей расцветки он также теряет форму при перемешивании как и мир в бокс ну и напомню что все это шип моды обычного кубика робика три на три который форму не теряет обычного кубика 6 цветов на шести гранях у зеркального кубика грани 6 а цветов только один цвет наклеек золотой либо серебряный какого другого цвета здесь же форма кубика такая же но цветов несколько и расположены они как-то наискосок красный оранжевый желтый зеленый синий фиолетовый и пошли повторяться желтый оранжевый красный с красного угла до красного угла и между ними шесть цветов разных включать 1 2 3 4 5 6 и еще три повторных ну такой вот незамысловатый рисунок и этот рисунок добавляет немного сложности в сборке желательно немножко изучить перед тем как перемешивать потом уже приступать сразу по физическим отличием от мира бокса сбоку можно подумать что все идентично широкий слой потоньше самый тонкий из других боков аналогично но если посмотреть на верхнюю грань то у мира бокса тенденция сохраняется неравномерности а у радужного кубика одинаковые элементы на верхней и на нижней грани то есть с этой стороны если не глядеть на цвет а можно подумать что обычный кубик рубика по форме а сбоку что мира бокс в этом и отличие немного похож на симметричный зеркальный куб но здесь никаких псевдо паритетов я достану второй такой экземпляр точно такой же просто чтобы он стоял можно было любоваться и сверять по нему цвета так как при первой сборке очень тяжело сориентироваться и нужно подбирать я перед записью видео специально сделал без всяких ориентиров да это возможно не так уж и сложно нужно быть внимательным перемешиваем вращается неплохо нужно помнить что форма меняется и надо вращать аккуратней а так вполне достойно вращение для не самой современной головоломки вот примерно так выглядит в перемешанном состоянии и как же собирать но я обычно на неравномерных кубах а собираю самого широкого слоя начиная значит нужно найти центр самый длинный мы видим что вот этот центр ниже чем вот этот элемент начин явно не самый длинный та же история вот с этим вот на этот можно посмотреть но если подвести какой-то другой элемент тоже видно что он пониже даже здесь ну вот кандидат подводим самый длинный элемент какой-то другой и видим что они на одном уровне но так можно запомнить что фиолетово желтый центр тот с которого удобно начать к этому центру нужно подставить четыре ребра и очевидно они должны быть вот такие длинные но сейчас пока их просто рандомно поставлю вот два есть то еще одно и где-нибудь четвертое вот пока цвета не соединял но видим что вот фиолетовые фиолетовые уже как-то неплохо стоят здесь два фиолетово-синих ребра и 2 оранжево-желтых понятно что фиолетовый должны с фиолетовой стороны подходить оранжево-желтые но с желтой стороны ну главное их местами не перепутать чтобы рисуночек совпадал давайте попробуем вот это ребро поставить вот сюда будет ли совпадать рисунок смотрим линии как мы помним должны быть вот такие вот прямые да по крайней мере вот на первом грани то есть все должно быть без изломов вот где-то здесь изломы уже есть где стремимся к углу красному на этой грани пока нет значит делаем вывод что вот это ребро не должно тут стоять рисунок должен сохраняться возвращаем значит вот так вот хорошо и по всей видимости к этой фиолетовой стороне должно быть вот это фиолетовое ребро вот мы так его не подставили ну здесь рисунок желтый желтым сохраняется значит хорошо и оставшееся желто-оранжевое ребро поставим вот сюда с крестом в принципе не сложно вот у нас центр и четыре ребра и так называемый крест дать пока элемент стоять неправильно теперь крест нужно соединить с боковыми центрами видим что вот здесь вот рисунок стоит неплохо зеленой зеленым здесь зеленый с фиолетовым совсем не совпадает не хорошо здесь оранжевого с фиолетовым здесь желтый желтым но желтый желтым еще может совпадать если центр развернуть но здесь мы видим маленький фиолетовый кусочек а здесь оранжевый. Значит, не то. Ну и этот же хорошо стоит. Хорошо-то хорошо, но вероятно, надо его передвинуть вот сюда, где не так хорошо совпадает, но центр развернув, мы получим хорошую картинку. Тогда здесь зеленый с зеленым имеет шанс совпасть. Здесь фиолетовый с фиолетовым. Ну или желтый с желтым. Желтый фиолетовый здесь есть. Ну и здесь аналогично. Пробуем развернуть. Поднимаем ребро вверх, отводим в сторону, поворачиваем центр. Так все еще плохо. Отходим обратно, подворачиваем другой стороной. Некрасиво. Делаем так до тех пор, пока картинка не совпадет. Совпало? Хорошо. Здесь поднимаем, отводим ребро в сторону. Надо желтую. Желтую подводим. Вот так совпадает. Вниз. Дальше. Здесь поднимаем наверх, отводим в сторону, подводим зеленой стороной. Чтобы желтая была справа. Все совпадает. Ну и четвертый элемент. Отводим в сторону, подводим зеленой стороной. И видим, что все хорошо. Вот теперь крест уже правильный. Здесь все совпадает. И здесь. Я сейчас буду собирать исключительно алгоритмами из метода для начинающих, для кубика рубика 3х3. Только в конце, для разворота верхнего центра, нам может потребоваться дополнительный алгоритм. Боковые же центры, если собирать аккуратно и сразу развернуть вот таким интуитивным способом, то они потом и не перевернутся. Соберем послойно. Сначала вот сюда какой-то длинный уголок. Ну, к примеру, вот такой. Понятно, раз он стоит вертикально, то получается вот эта сторона нижняя, то вместо белой на обычном кубике, значит нужно сделать три пиф-пафа либо какой-то аналогичный алгоритм. Фиолетово-желтый, а здесь фиолетово-синий или просто синий цвет должен быть. То есть сюда не подойдет. Попробуем сюда. Фиолетово-желтый. Шанс есть. Я сделаю три пиф-пафа. Смотрим. Ну, цвета-то вроде те, но не в том порядке. Значит не отсюда. Достанем. Где у нас еще фиолетово-желтый? Вот здесь. Ну вот из такого положения можно обратным пиф-пафом поставить. Смотрим. Снова не то. Вроде все так было красиво. Ну, значит нет. Что есть еще? Вот здесь другой фиолетово-желтый. Или я не тот сейчас поставил? Наверное, не тот. Вот. Сюда он подошел. Фиолетово-желтый по цветам. А значит этот будет напротив. Так. Вот они. два фиолетово-желтых. Теперь нам нужен один уголок оранжевый. Где такой? Ну, он наверное вот этот стоит. Ну, тогда другой уголок поставим на его место. Вот у нас нижняя грань. Значит один пиф-паф. Цвета совпадают. Вот нижняя грань смотрит на нас. Значит обратный пиф-паф. Ну, или пять обычных. И вот у нас первый слой собран. Картинка красивая. Центры совпадают. Ставим боковые ребра. У нас наверху остались потолще элементы и потоньше. На средний слой нам нужны те, которые потолще. Опять ориентируемся по цветам. Вот этот элемент синий-зеленый. Где такой должен быть. Ну, вероятно здесь. Хотя должен быть тут фиолетовый цвет. Но фиолетовый тоже есть. Поставим вот так. Примерим. Неплохо. Значит, отсюда ставим сюда. Стандартным алгоритм из метода для начинающих. Картинка совпала. Идем дальше. Кто у нас тут есть? Вот желто-оранжевый. И здесь есть желто-оранжевые цвета. Примерим. Вроде похоже. Фиолетовый желтый. Отсюда ставим сюда. Нормально. Дальше наверху есть один вот такой элемент. Синий зеленый. Примеряем. Что-то не очень. Попробуем с другой стороны. А вот тут нормально. ставим отсюда сюда. Ну и осталось у нас один элемент и он явно развернут на своем месте. Можно поставить на его место этот. То есть отсюда поставить сюда. Этот поднимется и потом поставить ее нужной стороной. Либо использовать алгоритм какой-нибудь ZFTOEL с разворотом ребра на своем месте. Дальше ну здесь видно OLL который можно сразу применить. Ну я сделаю в два этапа. Представлю что это палка. Алгоритм для палки. И потом ну видно что это опять уши можно сделать OLL. Но я разверну как метод для начинающих чтобы никто не удивлялся. А так здесь OLL просто по форме. Элементы лежат значит хорошо. Элементы вот так вот стоят значит плохо. Делаем так. То есть здесь плоская сторона направлена вверх значит 4 пиф-пафа. Подворачиваем следующий еще два. Ну вот видим здесь какой-то хаос. Ну как разобраться? В методе для начинающих мы искали ребра которые стоят на своих местах. Вот ребро вот это ребро стоит рядом с этим центром и по цветам совпадает. Одно есть. Это не совпадает. Это нет. Это нет. Получается одно совпадает три нет. Делаем движение нет 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 наш топ-2 совпадал. Еще движение нет 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 да пока одно еще движение нет нет да да два ребра правильно совпадают. Располагаем их сзади и слева делаем логаритм который переставляет ребра. Так ну видим что у нас собрался весь кубик потому что был именно такой пил ну давайте представим что было не так я как нибудь переставлю уголки и видим что картинка нарушилась ну здесь также пригодится алгоритм из метод для начинающих чтобы переставить уголки верхнюю грань располагаем к себе слева сверху уголок который стоит на месте делаем алгоритм если не собралось первого раза делаем его второй раз или делаем обратный и здесь может быть еще одна ситуация когда вот этот центр развернут он при условии что вы первые два слоя собирали правильно и низу употребляли алгоритмами из метода афридрих он для пилы к примеру с вращением среднего слоя такие алгоритмы разворачивают центры к примеру тот же юперм для перестановки ребер развернет боковой центр но может быть что если я сделаю два раза тперм один раз и второй раз то элементы вернутся на свои места а центр развернется на 180 градусов соответственно починить можно тем же способом два раза сделать тперм алгоритм если он вам известен он для начинающих есть дополнительный либо сделать алгоритм попроще r u r штрих u а и повторить это нужно пять раз r u r штрих u r u r штрих u r u r u r u r u и а также на 180 градусов развернется если центр нужно развернуть на 90 градусов то есть на один оборот то вероятно либо у вас где-то еще центр стоит неправильно сначала нужно развернуть тот либо кто-то вам снимал крышки и вставлял их не той стороной просто почините также сняв и поставив как надо потом уже перемешивайте и собирайте с удовольствием вот такой вот необычный кубик неравносторонний купить его сейчас можно причем на зоне я нашел как коробочки вот такие вот старые и товар подписан как мою так и новые коробки от YJ кому интересно можете поискать на зоне от 300 рублей можно найти в магазинах там 700 800 где-то так а на этом все всем спасибо всем пока